Приветствую вас и попробую помочь вам в решении вашей проблемы, то есть направление найти, в котором можно двигаться и, собственно говоря, попробую подсказать, как избавиться от обиды, как стать более позитивным человеком. Начать нужно с того, что у вас, начиная с первых долгих болезненных отношений, появилась обида, которая копится и сейчас. Значит, обида является первопричиной всех проблем, которые вы испытываете. Первопричиной, но не исчерпывающим признаком ваших симптомов, ваших нарушений в поведении. Какие именно еще есть нарушения, я расскажу чуть позже, а пока по поводу обиды. Значит, то, что вы описали, раздражительность, плач, срывы, это связано с тревожностью. То есть, данные симптомы означают тревожное состояние. Что значит тревожное состояние? Тревожное состояние означает следующее. Что вот вы следовали каким-то моделям поведения, определенным моделям поведения. И эти модели поведения на какой-то момент времени удовлетворяли полностью ваши запросы. Они целиком и полностью отличали вашим желанием, вашим требованиям, вашим стремлениям и так далее. Но, в какой-то момент времени ситуация немножечко изменилась, она поменялась, она стала другой. Она превратилась в ту, когда ваши привычные модели поведения уже перестали должным образом работать. Должным образом удовлетворять ваши потребности, ваши желания, ваши приметы. И тогда начала появляться неудовлетворенность. Потому что ситуация, обстоятельства, жизнь изменились, а вы, вы остались в той же. И те же самые модели поведения вы пытаетесь применять сейчас. Но это, знаете, вот по аналогии я вам такой простой пример приведу, очень простой. Я бы даже сказал элементарный пример, когда человек привык ходить в теплую погоду, да, в легкой одежде. Он оказывается в холодном климате. И он по привычке выходит на улицу в той же одежде. Ему холодно. Он испытывает дискомфорт. И если человек не будет подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства, то ему будет очень сложно. Он будет испытывать примерно те же самые эмоции, что испытываете вы сейчас. Вот представьте, как у нас такого человека. Он привык ходить в легкой одежде. Он привык одеваться, ну, как бы, легко. Вот он оказался в месте, где нужно одеваться на тепло. Где нужно одеваться на тяжело. Он не привык носить эту одежду. И что он делает? Он продолжает носить легкую одежду. И в итоге, конечно же, он будет разрушительным. Конечно же, он будет срываться и, конечно же, он будет плакать. Потому что ему будет очень некомфортно. То же самое и у вас. Что нужно? Нужно активизировать ассимилитивную или приспособленческую функцию вашего интеллекта. То есть нужно оценить обстоятельства, которые изменились у вас. И в соответствии с этими обстоятельствами изменить себя, свое отношение. Изменить свое поведение. Подумать, как изменились обстоятельства. И, как бы, зеркально на них отреагировать. Это первый важный аспект. Тревожность. Дальше, если говорить про обиду. Обида, это у нас довольно сложная категория. Когда... Вообще, прежде всего, скажем так. У обиды есть два аспекта. Моральный и психологический. У морального аспекта особенность такова, что человека можно обидеть просто потому, что он считает какие-то вещи неприемлемыми для себя. Если у человека высокие моральные стандарты, если у человека высокие моральные требования, то любое слово можно человека обидеть. Ну, любое слово неприятное ему. То есть, например, вот человек, допустим, привык к очень интеллектуальному, образованному общению. И вдруг он попадает, там, в достаточно грубый коллектив. И понятно, что в этом случае человека оскорбляют все, начиная от слов этих людей, заканчивая их поведением. То есть, это именно моральное оскорбление, именно моральная обида. Здесь вряд ли что-то можно сделать. То есть, понятно, что если человек снизит свои требования морально, он пристанет быть собой. Тут нужно работать в одном направлении. В таком случае это проработка моральных норм. Момент очень тонкий. Я бы не хотел о нем говорить здесь и сейчас, но тем не менее. Второй аспект обиды, это обида, как я уже сказал, психологическая. Светлана она вот с чем. Приведем пример. Идет человек, богатый человек. На плечи ему идет бедный человек. И бедный человек говорит богатому о том, что он бедный. То есть, еще раз. Бедный человек пытается оскорбить богатого человека тем, что называет богатого человека бедным. Богатый человек, осознавая, что он богат, что его никто никак не может считать бедным, начинает смеяться. Он говорит, ну это ты, бедный человек, а не я. У меня очень много денег, например. И бедный человек понимает, что это действительно так. Но все равно называет богатого бедным. И бедный сам злится. Он злится потому, что завидует богатому и ненавидит свое положение. На самом деле, в этом, в этом, я не в этом, я вижу для вас определенное, знаете, определенное руководство к действию, что ли. В этом, я вижу определенное для вас возможность. Определенное возможность того, чтобы понять принцип обиды. Человека обижает то, что так или иначе его задевает, а задевает то, что так или иначе находит отклик в нем самом. Обижают те люди, которые пытаются за счет другого самоусвердиться. И обижают те люди, у которых у самих есть определенный дефицит, определенный недостаток, определенная проблема, определенная потребность. В принципе, именно так можно и нужно раскрыть обиду. Следующий важный аспект. Это, так сказать, озвучивание обиды. То есть, не нужно держать ее в себе, не нужно пытаться как бы самостоятельно справиться с ней, потому что в сознании человек воспринимает все эгоцентрично, а озвучивая, человек продает объективные реальные очистания тому, что он хочет сказать. И проговаривая определенные вещи, человек часто смотрит на это все по-другому. И вам это тоже, может быть, нужно сделать. Следующий и последний аспект заключается в том, что вам страшно оставаться одной. Чего вы боитесь? Чего вы боитесь и почему? Если вы боитесь остаться одна, значит, у вас имеются проблемы с самодостаточностью. Вы боитесь одиночества. Что это одиночество вам несет? Чем оно грозит вам? Постарайтесь ответить на этот вопрос. Любой страх нужно перенести из области мистических, магических представлений в рациональный мир. То есть осознать. Осознать, чего именно вы боитесь и подкорректировать ваше поведение. Как только поведение будет подкорректировано, страх уйдет. Останется определенный негативный аспект. Да, негативный аспект будет, но этот негативный аспект не будет являться страхом. Далее дискомфорт с друзьями. Почему? Потому что вы сравниваете себя с ними. Зачем вы сравниваете себя с ними? Почему вы пытаетесь себя с ними равнять? Это, к сожалению, тоже является ошибкой. Не нужно себя ни с кем сравнивать. Нужно ориентироваться на свои ценности и просто стараться быть лучше без привязки к кому-либо. Друзья, если они настоящие, примут вас, одобрят и поддержат. А если нет, то в любом случае вам такие люди не нужны. В принципе, обработка всего этого поможет вам обрести позитив. Обрести больше осознание того, что вам нужно. Осознание того, что вам дорого. И понимание, в какую сторону двигаться. То есть тот самый вопрос, который вы задавали. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.